Винно меня хуже слышно. Я, значит, город Арцисс, киловатт Николая, 45 Ольга Женек. Что, все? Да, Арцисс. Сейчас как раз запишу, внесу данные. Арцисс. Все принято, записано. Вот, изменено. Тут на частоте еще у Ар-5 Зоя Борис Жук и у Ар-5 Зоя Галина Марье. Вот. Давай, Николай, послушаем. Там, может, кто тебя услышит, может, нет. Ну, сейчас посмотрим. Слава, тебе, Майкн, для Ар-5 Зоя Галина Марье? Нет, я не принял. Я ничего не принял. Еле-еле присутствие. Я слышал с открытым этим самым футболом. Так что я, Виталий, Виталя, ЗГМ, ты что-то принимал? Нет, у меня даже присутствия нет. Ну, понятно. Значит, не судьба. Да, понятно, Николай. Ну, хлопцы с Николая его не слышат. Так, кто тут еще на частоте? Арцисс, слышат, нет? Арцисс, Одессу принимаете. Здесь город Одесса. Ульяна, радио 5. Федор Ольга Сергея. Прием. Да, слышу тебя. Да, Федор Ольга Сергеев. Здесь Ульяна, радио 5. Зоя Галина Марье. Громко, громко, хорошо проходите. Виталий в Николаеве. Виталий в Николаеве. Прием. Да, Виталий Николаев, добрый вечер. Ну, мы с вами уже сегодня связывались. Там кто-то вот еще с Арциза, кто-то подходил, но вы прикрыли малеха. Принимаю вас 5.8-5.9, громобойно, в Одессе. Здесь Алексей, прием. Да, Алексей, спасибо за хороший аэропорт. Вы тоже у меня где-то в этих пределах держитесь. Нет, ну, мы сегодня не работали. Может быть, мы просто сработали друг другу на встречу, потому что сегодня у нас не было кирсов. Прием. Ага, принято. Ну, значит, вообще замечательно. Хорошо, тогда вопросиков у меня нету. Вам майк, прием. Да, спасибо вам большое. Ну, я тогда передам микрофону Р-5 ЗБЖ. Как он принимает? Слайк принимаешь? Прием. Да мы с Лешей уже на три недели, со шевых болит. Вот, так что. Виталий, а там арцист звали. Хай, вот, этот самый, Леша с арцизом сработает. Вот, потому что он арцист звал, я ответил, наверное, не точил. Хорошо, пока молчим, Хай, Леха тогда проведет с арцизом. Вот, тогда дальше продолжим. Арцист, добрый вечер, Одессу принимаете? Здесь Ульяна, радио 5, Федор Ольга, Сергей, прием. Да, Леша, я тебя слышу, я тебя давно слушаю, я еще когда этот, когда Саша говорил с Лабрехой, и вы перешли сюда на 527, я слышу, вы переходили на 433. Это Ульяна, Леван, да, Коля, например. А, да, Коля Николаев, добрый вечер, рад слышать вас на частоте. Да, принято. Вот так у меня просиков нету, вот, не буду задерживать частоту, может, там еще кто-то хочет поздороваться, потому что действительно прохождение просто шикарное. Мы только что с ЗБЖ на 70-ку ходили, тоже я вот там 9 баллов громобойно принимал, что здесь, что там, ну, вообще, я не знаю, по всему диапазону, по ходу, проход валит. Он, я только что 146, 225, там вообще, я не знаю, там 9 плюс 30, я не знаю, там какие-то, я не знаю, итальянцы или кто там шпарил только что. Ну, я, конечно, на том языке не понимаю, но проход валит конкретный, прием. Да, понял. Нет, я тоже переходил на 4.33, я вас не слышал. Вот, так что мне, наверное, надо будет менять антенну. Вот, так, 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 Алексей. Мне, наверное, надо будет менять антенну точно. По поводу вашего микрофона. Вечером, сейчас, сегодня вечером, когда это было? Два-три часов, наверное, было. Я вас услышал, у вас было все отлично. А потом с прогревом, или у вас микрофон там уже зеленый, наверное. Вот, если, или у вас что-то после прогрева где-то начинает там искажать. Вот, ну, надо поменять микрофон или прочистить его, так, на приеме. Да, я понял, понял. Ну, может он это самое, может он вылетел и... Может он внутри этого корпуса, самой гарнитуры, может там болтается внутри. Может он с ячейки вылетел, фиг его знают. Ну, обещаю уделить этому внимание. Прием. Да, у вас очень хороший сигнал. Вот, и срок. Да, да. Все очень хорошо. Я же прослушал. Да, да. Вы меня спрашивали, тоже все отлично было. Да, да. Вечером, уже поздно вечером, после... После 11, когда я вас услышал. Все, это уже не ваш сигнал. Так что, наверное, что-то... Или с прогревом что-то появляется. Или он действительно может быть уже от влаги. Вот, если вы зимой работаете часто. Вот, если помещение, не знаю, отапливается или нет у вас. Вот, а может быть он уже там зеленый. Может быть надо его прочищать или поменять, например. Да, я понял, понял. Ну, хорошо, не будем задерживать канальчик. Тут еще ребята подключаются. Хорошо. Спасибо за Киосо. Всего вам наилучшего. Вот. Солнечная Одесса, мама. Здесь был Ульяна, радио 5. Федор, Ольга, Сергей. Вамайк, прием. Да, привет, Алексей. Давай, я задерживать не буду. По поводу... По поводу Киосо-бюро я услышал. Вот. У тебя скайп есть, набери УР-5 Федора Ивановна по-английски. УР-5 Федора Ивановна... Лик, нормы, идея, Чарли, киловатт. Вот. Набери вот это все. И я тебе там все расскажу. На прием. Алексей, услышал? Да-да-да, я услышал, блин, но я выключил свет, чтобы сейчас эти комары не летели. Вот, блин. Ну, давайте уже тогда завтра утречком я утром буду на связи. Не знаю, с 6 часов утра я буду на связи. Я как раз буду и собираться, и на связи здесь. Короче, 3 в 1, прям как мак-кофе будет. Вот. Так я думаю, утром уже мы встретимся, то вы мне, вы продиктуете мне. Хорошо? Ну, всякие пожарные, я могу вам дать свой телефон. Вот, если рядом есть аппарат, телефон наберите, а потом с ним уже как-то встретимся. Я понял. Ну, мне вроде бы уже ребята объяснили про КСЛ-карточки, про эту ССЛ. Как оно все делается, как оно отправляется, ну и тому подобное. Хорошо, ну, давай тогда. Отправишь мне свою КСЛ-очку, я тебе отправлю свою. Я в прошлом году, перед новым годом, я отпечатал себе тысячу штук. Так что я тебе подскажу, где отпечатать все. Вот, более или менее, тишки. Вот, я свои печатал в Полтаве. Давайте. Да, я тут слушаю. Хорошо. Хорошо, я понял. Тут и ребята включаются. Хорошо, всего наилучшего. ЖБЗ, ведущему майк, прием. Да, ЖБЗ. Ты ж нас не путаешь. Слушай, я ЗБЖ в Николаеве, я Саня ЗБЖ. Вот. Так что, если что, записывай, записывай. То, что-то, я говорю, тут науковые разброты шатания, неуважения к регламенту радиолюбительства. Записывай, кто там какой по позывным. Вот. И все. Потому что, так иначе запутайся. Вот. Так что, Алексей такие дела. А можешь Виталию ломать? Виталий, наверное, покурить пошел. Вот. Можешь Виталию ломать, карточку тебе прислать. Вот. Виталий, правда, уезжает на постоянном месте. Как он, Виталий сам в Литве живет. Он и в Литвы работает. Ну, так вот. Мама живет его, Николаев. Вот. И он тут приезжает несколько раз. Вот сюда. Да, я понял, понял. Ну, хорошо, спасибочки. Я только за. Сейчас я даже сделаю так. Ребята, кто вот, с кем я провел радиосвязь, кто принимает меня. Здесь Ульяна, радио 5, Федор, Ольга, Сергей. Если кому-то не трудно, вышлите на мой позывной QSL карточку. Очень буду благодарен. Даже на Новый год я подниму рюмку и выпью за тех, кто прислал мне карточку и рюмку шампанского там, того. Всего прям. Ах, ты какой хитропопый адресит, понимаешь? А вот я буду в Одессе и скажу, позвоню тебе, Леша, а давай увидимся. По пахарчику пива или по бутылке пива просто сядем. Где-нибудь в этом самом. В парке выпьем. Слабо? Ничего, я только за, только за. Ну, я в Одессе сейчас побываю, ты знаешь. Вот, так что тут я не шуткую на прием. Насчет выпить и я поддержу. В этом проблем нет. Прием. Ну, я понял, я понял, ты же скажешь, что там ты работаешь, капелять, играешь, вот туда-сюда. Ну, я тебе скажу, что Одесса это не ради любительских городов. Это у вас, это дело не развито. Вот, в Измаил, да. Там есть великий, великий господин Лаврека, который говорит, знаешь, вот его, его дом, где он живет, это одни антенны и цветы. Да, я понял, понял. Тут постоянно кто-то включается или пытается перебить, или вот кто-то тут шкребется слабенько. Ну, давай послухаем. Кто здесь? Здесь у Лиана Радио 5. Здесь у Лиана Радио 5, Федор, уволил Сергей. А, ребята, кто там включался, еще раз? Ну, не хотят, наверное. Леха, есть тут. Я? Понятно. Ну, короче, одно слово. Будете в Одессе, обязательно встречу. Ну, хорошо, хорошо. Виталий, а за ГЭМ, ты где пропал? Уже здесь, прием. Вот, тут, у тебя карточки тут есть твои, или ты все в лицу забрал? Есть, есть, здесь, есть, незаполненный, конечно, прием. Ну, можешь, опять фосс, Алексей и Леша выписать, вот, он сильно просил. Я, я уже в понедельник, то есть в воскресенье, ее отошлю. Хорошо, но проблем, Алексей, на приеме? Да-да-да, я здесь. Хорошо, нет проблем, да, это самое, будет сделано уже завтра, так что я тогда Славику Р-5 за БЖ передам, и он тогда будет в клубе, и тогда это самое, это шлют на приеме. Ага, хорошо, спасибо, что я огромное, с меня причитаются. Ну, тем же самым, тогда и вы мне высылайте прием. Да, только я уже, я почитаю в интернете, ну, я не знаю, скорее всего, или к выходным, или когда бы у меня голова чуть-чуть забитая другим. Вот, я обязательно, я почитаю, мы еще спишемся с вами, созвонимся, я не знаю. Короче, как мне вот кому-то из вас вот передать свою почту, мы там уже, мы по почте спишемся, вот, и я уже буду знать, ну, приблизительно, что как. Так, QSL карточки мне на принтере, это не проблема, все, сделать, оформить, ну, короче, мне главное увидеть ее, или подержать в руках, я не знаю, чтобы я уже знал приблизительно, как уже свою оформить, цветную, черно-белую, или как там, или... А отправить новую почту, это, это, или там, я не знаю, там. Ну, короче, отправить это уже не проблема. Леша, знаешь, у тебя интернет под боком сейчас. Да, да, да. Вот набери в угле, если ты хочешь посмотреть, потому что мы карточки не на принтере печатаем, мы их не на грабском. Ульяна, Ольга, набери, ты посмотришь сайт этого главного печатника, вот, ну, там просто как дизайн карточек, просто, чтобы ты увидел, что это такое, там у него в базе, по-моему, около 100 тысяч карточек. Можешь мою найти, Виталина найти, Сашкина найти, по-позывному там используются. Так что, у Х5, Ульяна, Ольга, набери, это наш печатник главный, Гена, вот. И вот увидишь, что это такое. Я могу тебе даже и соврать, эти самые, скажи, могу тебе по почте прислать. Адреса, я ты, наверное, тоже не знаешь, вот на QRZ.ru зайди и увидишь мой имейл. Или Сашкин имейл, ну, лучше мне, понимаешь. Я могу собрать с Виталием и Сашкину тебе по почте. Мне 4 гривны не жалко, чтобы письмо в Одессу. Снимаешь, она к тебе придет через 2 дня. Можешь мой имейл найти, по-моему, позывному на QRZ.ru и увидишь там информация на меня, я имею в виду мой имейл. Можешь мне туда скинуть свой, этот самый, скажи, дом-адрес почтовый, я тебе закину. Просто почтой тупо ты через 3 дня и повесишь себе на стенку, например. Да, я понял. Секундочку. Вот я прописал UX5 Ульяна Ольга. Правильно? Ну, то есть, Ульяна Харитон 5 Ульяна Ольга. Правильно? Ты где позывной получил? Я же понимаю, что на базаре выдали, у нас было фонетический алфавит, блин, выучит. UX5 не Ульяна Харитона, а X. X это еще знак, слово мягкий знак, в русском фонетическом условии. Ульяна Ольга. Ульяна Ольга. UX5 О. Вот тогда набери и все. Ты увидишь там, у UX5, этот генатреус, который печатник карточек на приехал. Ну, я понял. Вот оно мне выбрало, выбило добро пожаловать в мир QSL карточек. Правильно? Оно? Слушай, ну, блин, нажимай, что я еще не буду говорить, что нажимать. Давай, это там, я понимаю, что вы люди военные, люди военные боятся каких-то нужд. Давай нажимай, смотри. Да фиг его знаю, тут куча всяких QSL карточек, что тут как-то. А если вы радиолюбитель, ну, пока не имеете свои QSL карточки или недовольны имеющим, у вас в данный момент QSL карточки, они у вас закончились, или вам просто хочется чего-нибудь, ну, да, 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 да. Ну, короче, я почитаю здесь, да, что-то тут про них тут пишется, да. Вот, посмотри, пока почитай, я пока Виталю позову, вот там много там, что такое, как, какой вид, вот, сюда-сюда. Так что изучай, потому что у КВ я вижу тоже, как-то тупиковано людей действует. Вот, хорошо, Алексей, почитай пока, я с Виталью к Витальку сейчас позову. Виталя, ты тут загиб? Я тут. А, Саня тут, а Виталя, наверное, где-то что, опять курить побежал? Может быть, звезды позвали? Да, у меня там звезды видно, у меня там такое свечение. Блин, у меня тут запалили где-то что-то, понимаешь, я огня, я не вижу, ну, все, в дыму было, и ветра нет. Ни хрена у нас, курь, она. Вот, ну, ну, вот так выглядит, дым раздуло, понимаешь, просто какое-то принесло, наверное, этим самым, тропосферным прохождением. Ну, да, да, да. Там у нас уже вторые сутки отжигал, горит, пожарники там что-то, ездят туда, как на работу, ну, что-то без толку, но смотрю сверху, все горит и горит на премию.